Друзья, я почетный консул Южноафриканской Республики в Одессе и Одесской области. И сегодня под патронатом почетного консульства ЮАР в Одессе мы открываем выставку «Мама Африка». Эта выставка планировалась с марта месяца этого года. И благодаря энтузиастам, нашим прекрасным художницам, все это, все картины были нарисованы буквально за эти полгода. Потому что девочки прониклись идеей, любовью к Южной Африке. Есть у нас, конечно, и корифеи, такие как Татьяна Биновская, прошу любить и жаловать, у которой это 21-я выставка, посвященная Африке. Конечно, еще в 2005 году мы открывали первую выставку в Одессе, посвященную Южной Африке, выставку Татьяны Биновской. И вот, видите, 2019 год, через 14 лет Татьяна Биновская опять у нас в Одессе и принимает участие в этой выставке. У нас замечательные девочки, которые я вот познакомилась с Аллой Шляховой в марте. Она стала энтузиастом и волонтером, и других девушек тоже привлекла к тому, чтобы рисовать о Южной Африке. Для того, чтобы рисовать эти картины, девочки изучали историю, читали литературу, чтобы все это выглядело натурально, чтобы эти картины передавали суть африканского народа, суть африканской природы. Я очень счастлива, что в нашем городе и больше ни в каком другом городе Украины такой выставки нет. И если мы не поможем, не будет. Потому что именно здесь вот мы пропагандируем литературу, искусство, природу Южной Африки. И наши тревел-агенты работают для того, чтобы туристы ехали в Южную Африку. В этом году 25-летие праздновалось в Украине и во всем мире, и особенно в Южной Африке 27 апреля. Но потом постановлением нашего посольства ЮАР в Украине решили, что открываться и праздновать этот День Свободы мы будем именно в октябре месяце в Одессе, а потом в ноябре месяце в Киеве. То есть в Украине только в двух городах празднуется этот праздник. Но у нас, честно скажу, намного круче. Потому что у нас есть выставка, у нас есть картины, у нас девочки готовят пока смот в африканском стиле. Короче, мы развиваемся и надеемся на то, что вы, когда увидите, что какая-то выставка посвященная Южной Африке, будете приходить и вместе с нами праздновать этот день. А сейчас представляю всех художниц. Это Жанетта Балабан, которая тоже прониклась совершенно недавно, месяц назад мы с ней познакомились. Я увидела пару ее картин в стиле Африки. Но я бы не хотите еще написать. Да, напишу. Представляете, какие энтузиасты в нашем городе. Это Анна Чкали, Анна Литвинова, которая нарисовала несколько картинок. На самом деле, самопытность зумского народа. И это Анна Шляхова, ну как я уже говорила, первый энтузиаст и руководитель маленькой подгруппы. Это Наташа Журанова, тоже с прекрасными картинами, с кепардами. Ну и Танечка Биновская. Давайте все вместе попросим. Спасибо большое, девочки. Я вас благодарю за ваш потрясающий, уникальный труд. Потому что не все рисуют. И прибежала Катерина Шадрина, наверное, да? Шадрина. Которую я вижу первый раз. Ну, картиной которой «Поцелуй солнце». Вот. Так что большое спасибо всем. Сейчас я передаю слово Али Шляховой. И каждая художница может сказать пару слов о своих картинках, о том, что ее вдохновило, чтобы сделать картины на эту выставку. Спасибо большое. Всего хочется поблагодарить директора музея, где мы нам предоставили любезно сделать такую выставку прекрасную. Это один из самых лучших музеев уже и Европы, потому что знают, что далеко за пределами нашей страны. Давайте поблагодарим. Перед тем, как приступать к работе, каждый из нас, каждый выступник, изучил материал. Прежде всего, есть такая замечательная вещь сейчас в интернете. Мы просмотрели фильмы, просматривали именно документальные фильмы, потому что именно документальные фильмы – это возможность передать дух Африки. Так как нет возможности у нас поехать, то нам пришлось смотреть, изучать. Ну, в частности, я тоже изучала и смотрела именно дух фильмов. Изучала мифы, мифы Африки, всевозможные легенды, потому что мифы и легенды, они именно они отображают необычную душу, вот именно дух Африки. У меня здесь есть картина, называется «Золотой гепард». Я немножечко вкратце скажу, то есть это символ царской власти. И правитель, вот мы внук, например, да, вот они всегда в таких вот гепардовых красивых шкурах. И сам правитель присаживается именно на шкуру гепарда. И когда он садится, в момент, когда он садится, звучат барабаны в честь правителя и в честь этого гепарда. То есть это как символ власти, неотъемлемая часть, связь с природой. Потому как связь очень большая. То есть именно вот в Африке, в Южной Африке связь с природой. То есть люди живут неотъемлемой частью, себя отождествляют с природой. То есть каждая легенда, каждый миф очень интересен, потому как отображают то, чем живут эти люди. У меня здесь есть картина «Чака». То есть «Чака» — это первый правитель зубов, аду, и который полностью патернизировал армию, совершенно переделал и новые методы поведения. Скажем так, это самый первый правитель зубов. Потом у меня здесь очень тоже интересная работа. Есть «Мама Африка» — собирательный образ женщины, где, опять-таки, женские образы, где есть от природы. Здесь тоже представлены мамы, а мамы уже животные. И реки, знаменитые реки Африке. Было очень сложно соединить, но вот я попыталась, получилось. Я передаю микрофон Ане Чтили, потому как тоже известный художник у нас уже в Одессе. Прекрасный, прекрасный художник. И то, что она делает, вот она сейчас расскажет более подробно. Прекрасный, прекрасный художник. И я с радостью приняла участие в выпуске. Я тоже много читала, изучала, которые у нас на Африканских неудачах. Для одной из своих профессий я выбрала элементный и обычный лимон у золосов, потому что мне не было так много, это очень удивительно, потому что у них язык, они присутствуют из лисера разного украшения, с треугольными родами. И они могут общаться с помощью человеческого украшения, потому что каждый треугольник, каждый цвет что-то означает. И когда золоса передел, что у них является папой, она придет оживелье или еще какое-то украшение, и он должен догадаться, какое послание она хотела ему ожидать с помощью этой лимонки. Кирилл, известный и фонд, когда добывается, что они изучают вам, а если нет, то она думает, что это не судьба, это не судьба, это не судьба. Спасибо всем, большое спасибо, большое спасибо. Я бы хотела добавить, с Анечкой мы только недавно познакомились, вот каждое движение ей дается большим трудом, то есть, чтобы написать картину, она не может сама передвинуть ее или размешать краски, то есть там есть моменты, все такие сложности, но она работает, тем не менее, очень хорошо и профессионально. Она у нас большая умничка. Я бы хотела, конечно, сказать большое спасибо, за такую возможность поучаствовать в выставке картин, посвящённой 25-летию Дня Свободы и Лады. Много говорить не буду. Естественно, я ещё пока не была в Африке, но, надеюсь, моя мечта сбудется. Естественно, с точки зрения, как и все, я готовила материал через интернет. Поэтому спасибо за такую возможность. Ещё хочу добавить, что в соседнем зале находятся работы моих учеников, которые работали всего лишь за 7 месяцев. Они узнали о выставке и готовились очень активно. Да, вы в соседнем зале посмотрите, пожалуйста, потому что работают очень хорошие. Девочки, в дочке. Здравствуйте. Меня зовут Катерина Шатерина. Я очень признательна Ларисе Фёдоровне. Sorry. Я очень рада, что я сегодня здесь. Ровно 10 лет назад я участвовала в профессиональной выставке, которая называлась «Спасовой фонд». Работа на фильмах. Для меня это мистика. Я никогда не работала с темой Африки. Никогда не было ни в Лусь, не было работать с теми Африки. И вот я тогда сделала 10 лет. И вот она у меня очень яркий опыт. Я хочу называть моих гостям. Я хочу стать уведомлением, состоящимся этой темой. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Надеемся, что теперь будет. Я ушла на эту выставку, честно, и не представляла, что это будет. Для меня это полнейший сюрприз. Потому что я не знала ни имела девушек, которые будут выставляться. Никогда не видела их картин. И готовила себя к сюрпризу. Сюрприз удался. Огромное спасибо Ларисе, пожалуйста. Почему я был консуль. Южно-Африканская республика. Которая все эти годы на протяжении моего творческого пути в Африке всегда сопровождает всех проектах. Потому что проект мой «Африка» объехал многих городов Украины в течении 5 лет. И к сегодняшнему моменту я посчитала. У мною проведено, организовано или сделано 20 выставок, посвященных Африке. А с Африкой это такой вот вопрос. Ты когда туда попадаешь, сказал еще хамятлы. Тебя кусает черное ухо в Африке. И ты не можешь туда не возвращаться. Я думаю, что мы с Ларисой больны. Я хочу поблагодарить музей. Я хочу поблагодарить Сергея Ильина, моего давнего друга и товарища, за прекрасную экспозицию, которую вы ставили. Я хочу поблагодарить девочек. И пожелать вам всех, как вам всех девочке, пожелать попасть в Африку. Спасибо вам, что вы пришли. Всем добрый день, меня зовут Шана Балабан. Я не профессиональный художник, но художник. В отличие от девочек, которые действительно имеют какие-то звания, регалии, дипломы и так далее. Я не профессионал. Я рисую всего лишь пять лет. И рисую не я, а рисую мои мысли, мои чувства, мои эмоции, которые возникают у меня внутри. Но так как я человек такой эмоциональный, яркий, там нужно что-то такое большое, то вот Африка и заинтересовала меня в том числе, потому что все краски, которыми я рисую, они яркие, они сочные. Они как раз и воспроизводят мир Африки. И вот тут говорилось о том, что прежде чем написать какую-то работу, да, мы изучаем, да, что это, чего это. Вот такая есть у меня интересная работа, она называется «Взлет». Я сначала назвала ее «Взлет», а потом это получилось «Взлет за счастье». Я увидела картинку, что взлетает павлин. И это происходит очень редко, практически один раз там в жизни у павлина он взлетает, да. Ну, они очень редко летают, да. И мне понравилась эта идея, и я не решила нарисовать этого павлина. Так я изучала биологию, перышки, крылья, как они расположены, как они ложатся, как они расправляются. То есть это настолько такой захватывающий момент. Ну, я благодарна Ларисе Михайловне. Я благодарна своему преподавателю художественного мастерства Верочке Бесчастовой, которая находится здесь, за то, что она проводила летом выставку на Приморском бульваре своих учениц. И там вот мы встретились с Ларисой Михайловной, она увидела мою работу, ей понравилось, и она мне пригласила принять участие в этой выставке. Я очень рада быть здесь, я очень рада знакомству с профессионалами. Вот, я рада видеть, познакомиться с Сергеем. Вот, спасибо вам всем, что вы пришли и смотрите наши картины. Дамы и господа, тут, в общем-то, у нас одесско-африканская глумба. Обратите внимание, африканцев нет, только африканки. Наверное, потому что женщины более эмоциональны, более чувственны. Мужики все-таки более прагматичны, расчетливы. Мужчины подавляют. Доминанты являются его, так сказать, мужское начало интеллекта, рассудка, логики. А дамы, независимо от цвета кожи, вероисповедования, разреза глаз, света и прочее, они более эмоциональны, мягкие, податливы и воспринимают окружение немножко иначе. Да, действительно, это вызвать исключением только Танечки Биновской, которая единственное пишет и живет, и пишет с натуры. И даже если она не пишет с натуры, она живет в ауре Южной Африки. Вокруг сплошные южные африканцы. И поэтому она, не потому что она профессионал, она таки, да, профессионал, а потому что она действительно представляет ее работой, это живая работа. Все, что остальное, это, конечно, плод воображения. Это, безусловно, плод какой-то интеллектуально-чувственной деятельности. И здесь, скорее всего, мы со всеми этими работами, которые вы видите, за исключением, как я сказал, с Татьяной Биновской, это представление о Африке. Это мечта об Африке. Это фантазии на тему Африки. Это, в общем-то, Африка, но не та реальная, которая существует в этой реальности. Это реальность, существующая в их воображении. Но, как сказал великий поэт Франции, отец-основатель символизма Шароль Бадлер, и эту фразу я на всех своих персональных выставках, как это мой слоган, это мой девиз, который дан в этом помещении, в этом зале с этими работами он умеет. Существование земных вещей сомнительно, тогда как подлинная реальность сокрыта в грезах. Ну, я не думаю, что здесь найдется кто-то грешитель, чтобы опровергнуть великого Бадлера. И если так серьезно подойти, то так оно и есть. Что есть реальность? Что есть нереальность? Какая она там, это Африка? Да, мы читаем, давайте в Бармалеи не хотите, дети в Африку гуляют. Разная бывает Африка. И у каждого она из них своя. Естественно, тут высказали пожелания, было бы не вредно, скажем так, нашим очаровательным дамам побывать в этой Африки. Или в Южной Африки, или в Центральной Африки. В общем, побывать. Вот, это полезно. Я бы хотел еще, чтобы наш уважаемый Судар Поплавский, почерпи консул, проявил энергию, то есть Михаил Медов, Поплава, с избытком. И было бы желательно на грядущие времена, я не знаю, это потребует, конечно, было бы крайне желательно, чтобы какое-то количество африканских художников, жителей Африки, граждан Африки, граждан Южной Африканской Республики, прибыли в наш замечательный гостеприимный город и со своими работами. И тогда можно было бы сделать своеобразный, как говорят джазмены, своеобразный джемсейшн, а именно, реальные представители черного континента со своими работами. Причем это могут быть работы народного плана, дичь, этнографического плана, еще какого-либо плана, неважно. И наши одесские, может быть, к тому времени какой-нибудь из музычков рискнет и тоже примет к этой группе. Это было бы крайне интересно, тем более, что мы единственный музей в этом городе, который на подобные выставки отвлекается по роду своей деятельности. Мы музеи западного и восточного. И хоть представители, если еще им опять же, как Татьяна Виновская, они не являются представителями ни восточной традиции, ни западной, они наши, граждане Украины, они одесситники. Тем не менее, тем не менее, тематика этой выставки, по черте, тематика, она уместна, она накладывается на ту суть, которой, в общем-то, ради которой этот музей создан. Хотя он музей западного и восточного. Африка – это южная. Юг, юг, юг. Никуда не поможешь, это южно-африканская. Крайняя сучка. Что можно пожелать? Я всегда традиционно жила, и, опять же, и вы, и особенно наши митрессы, подружатели. Я желаю вам всем участникам, участницам этой выставки больших и хорошо оплачиваемых творческих успехов. «Бога сучка!» «Бога сучка!» «Бога сучка!» «Бога сучка!» «Ну, дорогие друзья, переходите к осмотру выставки, а, по-моему, еще будет у нас какой-то сюрприз. Слово! «Да! Будет? Да, будет, да?» «Так что, свернись даже!» «Да!» «Свыставка открыта!» «Пога сучка!»